запахи как бы запахи обоняния от одной из чувств человека одно из двух химических чувств и собственно возникла но как некую необходимость живого организма ориентироваться в окружающем мире то есть часть окружающего мира представлена молекулами которые могут испаряться летать по воздуху и когда живые существа жили в море там этой особенной проблемы как бы не было потому что все в воде было растворено и можно было как-то унифицировано с помощью вкуса все это определить когда вышли на поверхность возникла необходимость улавливать вещества которые распространяются по воздуху возникло такое чувство обоняние которое возникло которое у нас есть который на выполняет в жизни очень много функций с точки зрения скажем так физиологии процесс достаточно просто молекула летучая молекула которая может распространяться по воздуху попадает на обонятельный рецептор в носу который по сути является в общем-то отростком от мозга ну скажем так я немножко утрирую но по сути да и сигнал дальше вот этой молекулы передается мозг мозг ее эти сигналы обрабатывает сравнивать с имеющейся информацией которые у него есть сравнивать сигналами с другой чувств и каким-то образом трактует делает вывод о том что эта молекула означает означает ли она там присутствие рядом какой-то вкусной еды или преступник присутствие рядом какому там врага в кустах прячущегося или просто того что вляпался в какое-то нехорошее место принципиальное различие между искусственным запахом и естественными и и конечно же нет потому что опять же для мозга да то есть если запах взаимодействие если вещество взаимодействует с рецептом но взаимодействует с рецептом совершенно неважно откуда оно взялось то есть синтезировано но где-то в каком-то растении или в каком-то животном или возникло на процессе термообработки еды или добавил его там человек продукт искусственно в конечном счете это как и взаимодействие там конкретный молекул с определенной соответственно молекулярной структуры с конкрет с конкретным обонятельным рецептором поэтому разговоры о том что вот натуральные запахи они имеют какое-то там благосклонное влияние на человека искусственные запахи соответственно имеет какое-то негативное вредное влияние но но просто даже на фундаментальном как бы уровне она никак не подтверждается тем более не подтверждается наушным потому что говоря о действии запаха это в конечном случае просто взаимодействие вещества с рецептором это никакое не биологическое действие на организм это никакое не действие там подобному как лекарство взаимодействует с каком-то там вмешивается какой-то физиологически глубокий механизм молекулярном уровне здесь совершенно простой и понятный процесс молекулы рецептор мозг трактовка этого вещества мозга вообще в нашем геноме обнаруживается порядка тысячи обонятельных генов которые попали к нам от наших предков но из них там больше половины не работают они так называем псевдогены то есть функция в процессе эволюции утеряны и если она сейчас и есть какая-то то она не очень понятно реально работающих кодирующих генов что-то порядка 350 чтобы понимать по разнообразию именно генов генетической части отвечающих за обоняние это количество но сравнимо с количеством генами отвечающих за иммунитет то есть когда-то обоняние действительно было фундаментальным очень важным для соответственно существования наших предков менее важным для нас вот из этих 350 генов которые сейчас программируют рецепторы то есть в отличие от зрения где всего там несколько типов рецепторов отвечающих за восприятие света обонять рецептов как рассказал порядка 350 у разных людей наборах может отличаться ничего страшного нет и механизм восприятия обоняния он достаточно интересный было что очень много разных гипотез каким образом вещества взаимодействуют с этим рецептами каким образом продается сигнал мозг сейчас согласно последним изысканиям за который кстати вручили нобелевскую премию механизм такой мультикодирующий то есть каждый из этих рецепторов может взаимодействовать с одним или несколькими веществами и каждое душистые вещество может взаимодействовать соответственно с одним или несколькими рецепторами поэтому любая более менее комплексная смесь веществ она дает свой характерный отпечаток на всей этой массе рецепторов именно поэтому любой запах даже два вещества смешанных в разных пропорциях они будут давать соответственно разный уникальный запах потому что взаимодействует по-разному с разными рецепторами то есть это такой механизм кодирования ароматов подобный не знаю алфавиту да потому что любое слово оно может состоять там там из одного из несколько и букв каждой букв она может входить в огромной массы слов вот и таким образом используя вполне себе ограниченный алфавит из нескольких десятков букв мы можем писать и войну и мир там и войну миров и все остальное то же самое и запахами имея ограниченный набор душистых веществ но из-за того что каждое вещество может по разному взаимодействовать с разными рецепторы может не взаимодействовать мы имеем по сути неограниченное количество запахов и мы имеем по сути неограниченная возможность человека воспринимать и анализировать эти запахи воспринимать окружающий мир путем соответственно воспринятие обонятельных сигналов но после того как вещество попало на рецептор естественно дальше уже в дело вступает мозг который эту обонятельную картинку распознает мозг он конечно не химик он не знает какие вещества попали поэтому он просто как бы получает совокупный сигнал из обонятельного органа и пытается анализировать что это есть смотрят свои какие-то воспоминания сталкивался он и с этим запахом раньше или не сталкивался что ему из этого последовало потому что одно дело там когда если он не знаю этот запах имеет не у какую-то отрицательную коннотацию не знаю что они про киши или вредные то он соответственно этому запаху повторного восприятия придаст эту отрицательной конъектации если это запах сладкого апельсина и мозг знает что этот запах сладкого апельсина принадлежит вкусному апельсину скажет ого это хороший запах он сопоставит эту скажем так обонятельную картинку с той обстановкой в которой он присутствует то есть если это там богатый какой-нибудь хорошо украшенный ресторан с приглушенной музыкой то он этому запаху придаст более скажем так полезную позитивную оценку если это какая-то там не знаю грязное неприятное место то отрицательную цену и так далее то есть дальше идет совершенно нормальная работа нашего мозга совершенно нормальное мультимодальное восприятие вот которые выдает финальное ощущение не всегда в этом ощущении даже запах сознательно как-то воспринимается но он всегда имеет имеет играет свою роль изначально у мозга скажем так чистого мозга представим картинку что человек он не имел никакого жизненного опыта и он впервые понюхал какой-то запах и изначально все-таки разделение запахов неприятные и неприятные оно оно просто отсутствует оно не существует чтобы знать что этот запах приятный мозг должен иметь опыт общения с этим запахом примером не знаю типичный пример дети которые с удовольствием в общем-то ковыряются в собственных фекалиях и ковырялись бы может быть у них и дальше если мама им не сказала что фу эта гадость не надо так делать но несколько веществ действительно тем не менее воспринимаются нами природно как неприятные там как какие-то резкие кислоты каким-то хлор или аммиак если мы вдохнем это будет универсальное неприятное универсальное человека желание отпрыгнуть выдохнуть и так далее но надо понимать что это на самом деле не совсем обоняние точнее это совсем не обоняние действия там хлор или кислоты или аммиака на нос это не действие душистых веществ на обонятельные рецепторы это действие токсических резких веществ там которые меняют могут вызывать химические ожоги менять там ph среды на слизистую оболочку то есть по сути это не взаимодействие с рецепторами обонятельными по сути это взаимодействие с рецепторами все-таки болевыми реакция на боли на скажем так более фундаментально врожденное а а и Продолжение следует...